5 декабря исполняется 80 лет начала контрнаступления под Москвой. В пятницу у памятника генералу Василию Ивановичу Кузнецову на бульваре, который носит его имя, собрались сергио-пасадцы разных поколений. Более 30 тысяч наших земляков ушли на фронта Великой Отечественной. Половина из них не вернулись. Наши земляки принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Кавказа, битве на Курской дуге. Участвовали в освобождении Киева, Варшавы, Белграда, Праги, Будапешта, взятии Кёнигсберга и Берлина. Больше всего жителей нашего района погибло и пропало без вести в московской битве и битве за Ленинград. В 41-м именно в нашем городе формировалась первая ударная армия под командованием Василия Кузнецова. Советское руководство очень рассчитывало на ее силы. Эта первая ударная армия остановила движение немцев на восток и нанесла удар в районе Яхромы и Перемеловских высот. Мы поздравляем наших дорогих ветеранов, которые принимали участие в Великой войне. Мы поздравляем сегодня всех нас. И как и была, так и остается основная задача, основная ответственность, основная наша обязанность помнить те события, помнить нашу историю и передавать из поколения в поколение. Вот поэтому сегодня мы здесь. Мы помним, мы гордимся. Мы отдаем память Великой Победе, Великому Контрнаступлению и никогда не забудем подвиг наших предков. В память об этих событиях в нашем городе названа главная улица, проспект Красной Армии и бульвар имени генерала Кузнецова. После митинга на бульваре Кузнецова юноармейцы нашего округа отправились на экскурсию в парк «Патриот». В 80-летию битвы под Москвой наш телеканал 5 декабря посвящает прямой эфир. В воскресенье с 3 часов и до 8 вечера в студии ТВР-24 краеведы, музейщики, поисковики рассказывают о событиях 1941 года. Мы покажем документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Ирина Белякова, Илья Халяпин. Программа «События».